Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Как вернуть доверие любимого человека не на словах, но и делом? Какие же железные аргументы ему предоставить? Задают вопросы на них. Ну, во-первых, хочется сразу, наверное, сказать, что здесь чувствуется некоторая противоречия, потому что дело – это не аргументы как таковые. Дело – это всё же поступки. Поэтому вы для начала определитесь, пожалуйста, с тем, хотите ли вы всё-таки предоставить аргументы или это одно, или хотите вы всё-таки совершить какие-то поступки. Это всё-таки немножко другое. Дальше. Значит, понимаете, поскольку доверие теряет именно человек, именно человек, другой человек, не вы, не выручивает. То… ааа… никак вы не можете его вернуть. Потому что это зависит не от вас. А это зависит именно от… эаа… самого человека. То есть, именно сам человек может начать вам доверять. Если он этого хочет, если он это может. А если человек не хочет и не может, то ничего в данном случае не поделать. Нельзя заставить человека, образно говоря, начать вам доверять. Почему? Потому что недоверие является проблемой того, кто не доверяет. Если вы совершили определенный поступок по отношению к человеку, донесли до него то, что, например, не хотели, объяснили ему, что вы не хотели, как бы показали ему, чего вы хотели на самом деле. Да? Например. И человек это не воспринял, то дальше сделать вы ничего уже не можете. Потому что это проблема человека. это проблема его неуверенности, это проблема его страхов, это проблема его каких-то сомнений в себе, не более того. Но очень часто вопрос недоверия является возможностью манипулировать другим человеком, который по той или иной причине заинтересован в том, чтобы это самое доверие вернуть. То есть, получается, своего рода замкнутый круг. Когда один человек, теоретически это будете вы, очень дорожит другим человеком, дорожит слишком сильно, что в итоге начинает его подавлять и как следствие провоцировать на определенные действия, на определенные поступки. Да? Вот. Ну, потому что есть, как бы, неудовлетворенность. И эта неудовлетворенность, она, к сожалению или к счастью, никуда не девается. Да? То есть, она, как бы, остается с человеком. Вот. Соответственно, рано или поздно человек совершает какое-то действие, за которое ему потом получается стыдно, он чувствует вину, он чувствует страх потерять. Вот. И тот, кто не доверяет, получает возможность управлять тем, кто, условно говоря, провинился. Вот. Поэтому вы можете здесь попасть, попасть в порученный круг созависимости. Недоверие нужно возвращать любимого человека. То есть, не пытаться как-то вот ему что-то доказать, а разобраться в себе и спросить себя, что я сделал или сделала. В данном случае не совсем понятно. Вот. Чего я хотел или хотела. И об этих своих желаниях говорить. Открыто. Вот. И, соответственно, вы в такой ситуации будете сталкиваться с принятием или не принятием себя. С принятием или не принятием своих желаний. Вот. Понимаете, да? И у вас появится возможность развивать отношения. Развивать так, как вы можете их развивать. Получая адекватную, максимально адекватную обратную связь на то, что вы хотите. Пытаясь, пытаясь же подстроиться под другого человека. Например, пытаясь подстроиться под другого человека. Вот. Вы добьётесь только того, что рано или поздно сорвётесь, а потом мучительно будете пытаться вернуть чьё-то доверие. То есть, вопрос о возвращении доверия – это вопрос личной границы, личной ответственности. Здесь вы берёте эту самую личную ответственность на себя, за другого человека. При этом, как бы, отказываясь от этой самой же ответственности за себя. Потому что вы не смотрите в сторону того, а что вообще вы сделали и так далее. А какие у вас были мотивы, а как вам хотелось, а чего бы вам хотелось. Ну и так далее, и так далее. И так далее. Вот. То есть, понимаете, да? Я считаю, что вы немножечко, как бы, вот, от себя несколько здесь отстраняетесь. Вы немножечко здесь, как бы, от себя отходите, отдаляете. Что, конечно, конечно, является достаточно серьёзной, скажем так, проблемой. Вот. Ну, при желании человеку можно сколь угодно долго что-то доказывать. При желании, или при нежелании человека, чтобы ему что-то доказали, и при желании иметь вас в подчинении, да? Ну, вот. А вы можете сколь угодно долго и сколь угодно много сил тратить на то, чтобы доказывать доверие. Приводя все, ну, доказывать все что-то. Приводя все новые и новые аргументы, приводя все новые и новые какие-то доводы. Но так ничего и не доказывать. Потому что человеку не выгодно, чтобы вы что-то доказали. Потому что если он признает, что вы что-то доказали, вы перестанете быть в его раз. Он перестанет вас контролировать. Поэтому это очень такая опасная история, где нужно чётко видеть грань между обратным недоверием и, соответственно, как следствие контекстом того, о чем идет речь. То есть, как вы это доверие потеряли. Вот. И неоправданным манипулятивным недоверием. Когда, как бы, уже фокус внимания, центр внимания смещается на, скажем так, совсем другие. другие аспекты, не имеющие никакого отношения к тому, с чего, как бы, изначально все началось. Понимаете, да? То есть, как бы. Вот. Вот. Такая история. Кроме того, почему вы думаете, почему вы считаете, как вам пришла в голову такая мысль, что мы знаем, как взвернуть доверие человека, если мы не знаем всей ситуации. Почему вы себя ошибаетесь, что мы знаем, какие жилетные аргументы ему предоставить, если мы не в курсе, что между вами произошло. Вот. Таким образом, вам необходимо запомнить главное, вам необходимо запомнить главное, что если человек сам не хочет начать вам доверять, то вы ничего не сделаете для этого. Самым лучшим способом восстановить доверие, а по-другому это можно назвать, получив знать друг друга, это вместе пойти на психотерапию. Вместе обратиться к психологу и поисследовать свои проблемы. Вот. Как-то так, я думаю. То есть, если вы хотите, ну, такой вот, самый, может быть, оптимальный вариант для восстановления доверия, вот, просто предложите своему любимому человеку, пойти на психотерапию, на семейную консультацию, консультацию для пар, если вы, как бы, не мучая жена. И посмотрите, если молодой человек согласится, понимая, что его недоверие это проблема, или если ваша девушка согласится, понимая, что это ее проблема тоже, то, хорошо, вы придете и начнете разбираться с проблемами, вы получите не только возможность восстановить доверие, но и лучше узнать себя и своего партнера, да? Вот. Но вы также получите и поддержку от своего партнера, вы также увидите, что вы не одна, а что-то стараетесь или не один делать в отношениях, понимаете? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.